Девушки отдыхают Итак, мы находимся в станции Нижний Бестя, Железные дороги Якутии. Это Александр. Александр, пожалуйста, скажите нам, сколько у нас станций в Якутии в общем? Ну, у нас самые крупные на ЗАУ. У нас это Нервни-Грузовая, Алдан, Тамот и Нижний Бестя. Четыре станции. Четыре станции. В Нервни-Гре это почти тоже грузовая станция, да? Да, там тоже идет переработка груза. То есть там в основном уголь, правда. У нас если нархоз, там в основном уголь. А станции в Нижнем Бестях это грузовые и гражданские? Да, то есть у нас прибывают пассажирские поезда, которые по нечетным числам ходят. И грузовые, соответственно, тоже. Поезд сутки средние. У нас профессия называется дежурный по станции. Александр, Александр, расскажите про эту профессию. Там коротко сжато. Коротко сжато. Значит, дежурный по станции занимается приемом, отправлением поездов, формированием, расформированием. То есть производит подачу вагонов на подъездные пути. То есть это Тульма-Донег, Госнабсбы, АЯ, ну и остальные организации, которые здесь работают. Вот. Ночью он остается сменным начальником станции. Вот. То есть как руководитель работает, то есть выполняет работу, заданную непосредственно с вечером. Вот. Тогда режим работы это посменно, да? В день? В полный день или? Режим работы посменно у нас идет. Мы работаем вот на данный момент вообще вахтовым методом по две недели. Вот. И то есть один день в день, один день в ночь. Ну и в день, вот как, например, сегодня. Вахтовым методом это как по Якутии, да? Например, в Неринге, в Томоте, в Нижнем Бестях? Нет, только вот у нас мы закреплены за станцию в Нижнем Бестях, мы работаем только на Нижнем Бестях. Хорошо. Итак, давайте посмотрим на экран дежурного по станции. Это рабочее место ваше, да? Да, верно. Давайте вот про это расскажем. Это как? Так, ну это устройство МПЦ у нас, значит... МПЦ? Да. То есть здесь полностью все автоматизировано. Я могу сейчас, то есть подойти вот и перевести стрелку. То есть если раньше, например, когда я только устраивался сюда работать, я этого не мог делать. То есть были флюгарки, так скажем, я переводил стрелки вручную, ну когда я еще с оставителем работал. Сейчас уже все легко и просто. Можно с компьютера все это перевести, задать маршрут, открыть сигнал. То есть также поезд прибывает, задаем маршрут, открывается сигнал. То есть возможности больше. Скорость работы увеличивается. Перерабатывающая способность станции увеличивается. То есть все сделано для того, чтобы станция работала, ну полную силу, так скажем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что это не такое? Клининггруппы участвовали в этом году? Один из компаний участвовали в Кимчиске, и они участвовали в Кимчиске. В Кимчиске участвовали в Кимчиске, например, Живан, Орон, Ковьер, Матарас, Олопостор, Офисный Олопостор. Матарас и Анастасия, в Кимчиске участвовали в Кимчиске, В Кимчиске участвовали в Кимчиске, сейчас у Меха. У нас, в Камаке, мы начали участвовать в Кимчиске, от него на их ящик. Еще не дают. Из нижних людей, если они были участвовали в Кимчиске, без close-fall, А мне кажется, здесь у нас есть дезинфекция. Мы сейчас не можем перезинфекцию. Дезинфекция? Да, это дезинфекция микрооб. Да, если у вас есть микрооб. Дезинфекция микрооб. Вопросы в том, что вы обучаете цены? Да, оформляем его цены. Вопросы в обучении. Я здесь возьму тему, и комплекте здесь пphetкульт, и швотките. Вérдьките. Ребята, мы берем ванную, и привезли в два раза вторая. А вот черные полосы там моргает и красные полосы это что? Ну вот получается черные полоски обозначают это свободность путей сейчас на станции. Когда там вообще поездок нет? Да, там ни вагонов, ни поездов нет. Белые полоски это обозначается реконструкция, то есть в данный момент производится реконструкция грузового двора. Ну и красный соответственно это занятость путей, то есть на этих путях стоят вагоны. которые подаются под выгрузку грузополучателям. Итак, Александр, сколько у вас в день рейсов в станции Нижнего СССР? Рейсов именно полурейсов. Ну, прям в прямом смысле этого слова рейсов? Прям рейсов. Если честно, я даже не считаю, потому что их очень много. Ну, реально. То есть каждый вагон, вот, например, каждый вагон надо подать под фронт выгрузки, да, или погрузки, например. И вот и каждый вагон, локомотив заезжает под состав, например, да, на четвертый путь, и каждый вагон составитель отцепляет, вырабатывает его на свободные участки, да, путей, и подает. То есть полурейсов, ну, я даже сосчитать их невозможно, просто их очень много. А основное количество рейсов это у вас грузовые получается, да? Да, основное, конечно, преимущественно это грузовое все, то есть... А гражданские найдут? Гражданские у нас идут до Алдана, далее до Нервингри, ну, и вот сейчас появляется у нас беспересадочный вагон до Хабаровска, он по определенным датам. До Хабаровска? Да, отправляем. Сколько-то дней езды или... Двое суток. Двое суток, вау, там... А вагон, поезда новые или откуда-то старые, бэушные? Не, не, поезд... Час, то есть парк обновили, то есть ввиду то, что запустили пассажирское движение, вагоны новые, хорошие, уютные, удобные, комфортные. Ну, то есть, ребята, приезжайте, ездите, все классно. Двое суток, реклама удалась. И вот, он показывает концепцию «ТОХ». Это то, что вы хотите иметь? Вот, там, вот, духовно-илучшее просто. Так. Вот, я думаю, сколько в сайте утрен. Это всё пром 27 лет, ладно? Да. Или это? Да. Ленингголуб, утренившись, утрен? Хорошо. Хорошо. Как бы, был там такой факульт. Хорошо, с этим. Хорошо. У тебя есть, вести следующий вопрос? Да, я вижу с этим. Сейчас презентоватся. Мы как-то разговариваем. Мы хотим сделать вакуумы, но тремительно сзади. Мы не можем брать. Если мы не будем брать вот так, то это для вас нужно брать 5-й. Главное 5-й год. Лифт держишься. Лифт держишься. Это где? Не безумно, не безумно. Да, не безумно. Не сходи. реально ли сегодня с яйкутска до москвы на поезде да конечно реально то есть покупаете приобретаете билеты прям с автовокзала забирают автобусы привозят сюда вы садитесь на пассажирский поезд и все или чуть-чуть там недельку есть такие а есть такие пассажири вообще которые на поезде слушают если честно даже не знаю ну наверное есть такие энтузиасты до которые хотят так долго ехать но я думаю мало таких людей максимум это вот дальний восток там наверное прямой будет чуть-чуть круговой да ну да то есть он в тынде получается у нее идет перецепка и уже пересаживаешься и едешь по всей россии по дням сколько бы но это где-то неделю семь суток 18 за м4 маршрут готов на первый взгляд это интересная очень интересная профессия как в компьютере играет для вот например поезда пути делать ну интересно что тут как бы работы много то есть тут уже немножко не интерес а именно результат больше на такое нацелен ты когда на работу приходишь то есть как бы работаешь и выполняешь свою работу достойно грамотно и предлагаешь все усилия чтобы все стояло чтобы например тебе придет там цистерна с бензином и ты мне звонишь и берешь так надо вот поставить почему это цистерна нету а вот она у тебя уже стоит то есть ну то есть все все это ответственная работа да то есть если конечно это очень ответственно то есть тут надо следить у тебя много телефонов много экранов как много экранов много телефонов много кто звонит и как бы надо везде проявлять усидчивость и за всем следить еще вот такой вопрос есть где можно в якутии обучаться для дежурной подстанции для машиницы или для рабочего вот например до дежурной подстанции машинисты сейчас нижней бестяхи техникум работает уже давно довольно таки то есть там люди обучаются проходят практику володания у нас на бестяхи до вагонная служба тоже есть там ну и соответственно володание можно учиться в нелингре сейчас не знаю нет творят не буду и хабаровск а там система обучаешься заканчиваешь и тебя на прямую берут или ну это уже так это в основном через резюме то есть бывает еще бюджет бюджетные места с кем заключен договор как вот поэтому целевые места целевые места здравствуйте калинингро калла вот это вот это вот а то вот так вот это вот вот манна улла тохте и это от ассер да калливит ассер да хаас таруха астах влэм бала маннатон ажоннах рааду тихо ржоннар олемлана кыште века милегин беги гиеве анандас жива она хуя бден на кандирюха Если судим в горы, то знал этоение и неизвестное исследование. Приводимая в тремите скульптен динамики, но не только у них такие. У нас это монет. Можешь. Ниже скульптен. Можешь только ракета? В приём. Это лифт, что вы делаете звук? Это я, как я делаю. Вы делаете три аппарата. Есть лиitating гидроэффициров? Здесь о том, что белый пациент и материал. Это вероятно, что это не hanging. Если вы не ходите, вы можете перебить. Я прошу вас в профессиональный пластион. это не факт, что они не будут делать. Это не факт. Это факт. Это факт. Потому что это факт. Это факт. Это факт. Это опыт. Это факт. Это не так, что ты делаешь? Сухой-пулисос. А до 3 мая, до 4 мая? Сухой пылесосов будет нет? 100% А мне здесь... А до 4 мая, до 4 мая Сухой пылесоса будет нет мы уже внутри, Ивард, ваша профессия машинист? Да, машинист тепловоза. На этом локомотиве можно перевозить как грузовые вагоны, загруженные грузом, пассажирские вагоны с людьми. Также можно выполнять колесную работу по строительству железнодорожных путей или других сооружений. Подвоза груза, также может быть краны какие-то железнодорожного исполнения. Можно выполнять много работ. Много работы. Наверное, это детский вопрос, но все же. Какая максимальная скорость этого локомотива? 100 км в час. Прям максимум? Именно на этом локомотиве, да, это конструкционная скорость, которую нельзя превышать. А вы сейчас со стойком ездили или еще меньше? Нет, ну извините, здесь уже все зависит от участка пути и от профиля. Где разрешено, такая скорость может ехать с такой скоростью, где меньше, меньше. Может быть выполняться какие-то ремонтные работы по железнодорожным путям, где будет ограничение скорости, уменьшение. Из этого будет ехать с меньшей скоростью. Спасибо. Сейчас мы покажем вам, как движется локомотив. Машинист тепловоза продемонстрирует движение локомотива. Машинист нас зовут Алексей. Отпускаем тормоза у локомотива, переводим резервную рукоятку в положение вперед. Производим набор позиций. Первая позиция, пошла нагрузка, тяговые двигатели пошло напряжение, колеса начинают крутиться в положение вперед. Убираем позицию на нулевую, нагрузка падает. Переверсервную рукоятку переводим в заднее положение, положение назад. Опять ставим, убираемся в позицию, первая позиция пошла, у нас пошла нагрузка, локомотив едет в заднюю сторону. Опять сбрасываемся, останавливаемся. Производится наполнение тормозных цилиндров, локомотив устанавливается. Переверсервную рукоятку ставим в нейтральное положение. Движение в кадре. Поехали немножко. Ну да, чуть-чуть. Переводим положение вперед. Производим набор позиций. Переверсервную рукоятку ставим. У нас скоростимер показывает скорость 1 км в час, 1,5 км в час, 2 км в час. Производим наполнение тормозных цилиндров. Скорость. Если машинист не отреагирует на нажатие вот этой красной кнопочки, локомотив самопроизвольно остановится. Скорость он показывает, 8 км в час мы едем. Скорость. Производим наполнение тормозных цилиндров. У нас колодки прижимаются колеса. Движение восстанавливается. Для того, чтобы поехать назад, мы опять переверсервную рукоятку. Переводим положение назад. Впускаем тормоза. Воздух уходит из тормозных цилиндров. тормозные колодки подходят от колес нужно передвигаться положение назад произволь набор позиции поднимем два коротких сигнала у нас движение происходит назад для того чтобы остановиться сейчас трассим контроллер за нулевую позицию промножим тормозные цилиндры по пару воздуху краном 254 номер производим постепенный набор воздуха тормозные цилиндры до того как колодки начинают прижиматься колеса сам у нас подавляет автоматику после остановки кран переводим чистое положение у нас максимальное давление тормозные цилиндры вот так у нас управляется автоматику вот мандык, да? где он отдыхает мангулла? у нас почти мало у нас был паршот специальный паршот у нас есть вот… в чем большой вид, это хорошо у нас есть у нас есть в чем и там у нас есть там у нас есть у нас нас это пензак я еще не могу в как это что мы 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 в и 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 . 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 так беда сушилка вар но он на планах но и в частности битя на чокая пыта чабу на время дают да а теперь это хорошо наверно вот многие заинтересовались на сколько обучаться для профессии машинства сколько лет либо чтобы работать на этой профессии нужно обучиться для начала на помощника машиниста или слесаря по ремонту локомотива обучаются это либо в профессиональном училище либо в техникуме которые находятся также от нижнем бесяхе есть ну или других и вот данный еще года да а вот еще такой вот интересный вопрос потолок профессии машинист это что вот прям потому что мы тоже созвезды выше образования и желание подняться на более высшую должность потолок международные всегда наверно помимо рельсов можно быть руководителем не в смысле уважения поездов то как александр да не вот это самая высшая должность дебу беседа так жива суету тюмик тенна жива мудмин контакт полок башки чеки пики волоку ой боле деть точек надо били бит топ так и был берегу на журнала ядра dazu Porsche категораそうそう как у него запах зума тэмб 듯 к чеки пют в spring 2h 0h от 2 до 10 как разbas что добавят его и забыт в多е это таки достаточно но и первое было понятно не оно вот есть югда тоже таки при Hijin Lore Ар mitigate а вот три додобы receиат ciclo'de нrowanche это потолок промещенность нашей У меня поэтому стоит из него находиться с Кампанией. У меня есть в Кампанией. У меня есть магнит. Совет монетации, у меня есть дебона. У меня есть купон. Значит? В один раз, он не учится, да? А вот он, он сам поменяет силу. Мы не знаем, что в этом году он занимается силой. Мы не знаем, что на этом году он задумывает силу страны. Да, это точно. Иван, спасибо вам большое за рассказ, за интервью. На мой взгляд, это очень интересная профессия. Ну как в детстве мечтают, да, водить поезд? Да. Да. Для меня сегодня немножко, чуть-чуть исполнилась детская мечта. Побыть в кабине поезда. И прокатиться, и посмотреть, как движется поезд, не игрушечный, а уже настоящий. Реальный настоящий локомотив. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова